Метку в атаке многовато проиграли для вот той ситуации, которая была в предыдущей партии. Конечно, сложно максимально хранить концентрацию по ходу всего матча, когда ты знаешь, что ты, ну, наглую, не наглую, но намного сильнее, и проиграть можешь только сам себе. Ну, это удается, вы знаете, вот, наверное, на это и внимание Владимир Кузьмин обращает здесь постоянно. Он очень доволен тем, как выполняется его установка на игру. Понимая, что вот действительно победу можно достичь, наверное, проще, чем какими-то заумными подготовками к этому матчу, тем не менее, он дает задания, девушки выполняют, и это больше всего радует нашего наставника в данный момент. И мы, в общем-то, эту радость тоже не можем не разделить, поскольку это говорит о том, что в нашем коллективе все в порядке, и есть задачи, задачи, в общем-то, которых, может быть, сверх никто и не ставил на этот турнир, но я думаю, что игроки сами для себя определили какую-то планку и постараются ее взять. Вот эта собранность, именно поэтому, наверное, выполняется и план на игру, и есть рисунок, и привлекательным выглядит волейбол в исполнении сборной России, согласитесь. Это все нельзя не отметить. Отдельная неудача, это отдельная неудача, вот как сейчас. Опять же, не удалось Юлии Седовой обыграть блок. Видите, ну низковато в данном случае Марина Шишейна, конечно, хотела так лучше, но, во-первых, видите, опять ей разгадала Элбрехт, это ситуация второй пошла блокировать, да и чуть повыше, там бы два блока было. Ну, вот она и занизилась все-таки изрядно. Гамова. Неуютно чувствует себя соперницей, когда она атакует. Вот сейчас Декарный опытный игрок, но раньше времени начала садиться. Побаивается, конечно, этих ударов. 2-1. Марина Шишейна вводит мяч в игру. Связующий, который, ну, очень здорово прибавил. Не боюсь, боюсь точно не сказать, за какой период, но то, что она выросла за это лето, тоже сомнений нет никаких. Выросла, прежде всего, как диспетчер. Более разнообразно ведет игру и действительно есть такой привлекательный очень рисунок, повторюсь, наверное, но говорить об этом надо. Почему бы нет? Хороший момент тоже стоит отмечать. Да, ясно, что будут другие соперницы, другого абсолютного уровня. И там, как знать, как будет выглядеть наша команда. Пока вот так вот. На сборной Бельгии вышла вперед. Для нее такой локальный радостный момент. И если соперник сейчас заведется, могут быть и проблемы. Тем более, что вот сейчас Гамова хоть и попадает, но так на тоненького. Не сказать, что получился у нее этот удар. Какой еще толком-то ничего она не попала. Но попала в площадку. Может быть, даже и чуть, опять же, для нее повыше бы эту передачу отдать. Но переграла блок, это главное. По сборной Бельгии начинает по разнообразию все-таки вести в игру. Вернул из первых минут на площадку седьмой номер Лизди Трендерфогель. И сейчас хороший, грамотный удар по блоку. Тут ничего не возразишь. Ошибается. Эльбов пока самая заметная в своей команде, к удивлению. Ну, хороший игрок. И вот я смотрю протокол предыдущего матча. Она была второй по результативности после Декарны в матче с командой Болгарии. Вот опять сетов пришлось играть. Декарна 31 очко там набрала. Это так, для справки. Какой бы ни был соперник, это результат Гроссмейстерский. Ну, а какой соперник, если сборную Болгарии тот матч выиграл. Ну, и вот в атаке Декарны. Оживление в зале. Болельщикам хочется интриги, независимо от того, кто находится на площадке. Да, они пришли посмотреть на звезд. А Декарны к таковым, конечно же, относятся на европейском уровне, безусловно. И в Польше прекрасно знают всех волейболистов и волейболисток, которые заслуживают определенного внимания. Поэтому разбирается здесь очень тонко. То, на что способен в том числе. Гамова спокойно, как-то без малейших усилий. Грамотно в линию сейчас отработала кистью. Вы видите, и мяч от рук блокирующих попадает в антенну. Ну, по сути, ваутом. Сделка, чтобы было явно видно. 5-5. Вот, можно сказать, что выпросил я упорную борьбу для нашей команды. Правда, до концовки дело может и не дойти. Но немножко так поиграть на максимальных оборотах не лишним было бы все-таки. Повторюсь, поскольку опять же будет один соперник, ну, не то чтобы совсем проходной, но не самый сложный на втором этапе. И потом сразу сборная Польши, которой надо будет выиграть этот матч обязательно у наших, чтобы получить шанс на место в полуфинале. Посмотрите, могут любые проблемы возникнуть. Поэтому вот это сопротивление сборной. Полезно в какой-то степени. Декарна разыгралась. И сейчас есть над чем потрудиться. Медленно, медленно. Вот с Меркуловой не получается так быстро забегание за голову. Может быть, сейчас слишком уж с отведенного мяча решила шею напасовать. Видите, она почти с трех метров. Меркулову такое ощущение, что просто не готова оказалась к этому толку. Она больше имитировала, нежели атаковала. И, получив мяч, не смогла найти выигрышного продолжения. Зато нашла его Екатерина Гамова в своей атаке. Видим мы тоже, что Гамова так помудрее с годами стала играть. Не только мощь нападения и ее теперь визитная карточка. Но вот такие вот обманные удары. Бельгийкам, конечно, в защите посильнее бы надо играть. Если они хотят цепляться вот с такими соперниками более высокого класса. Четыре касания сейчас будет. Нет, там все-таки коснулась наша блокирующая. Поэтому игра продолжается. И в итоге мы этот мяч проигрываем. А наши их готовы обсудить. Да, предыдущий эпизод. Вот Сушейна говорит, что она не касалась того мяча. Вы знаете, у меня тоже полное впечатление было. То, что руки там не переносились. Да, да не было касаний, пожалуйста. Согласитесь. Не успела она дотянуться до этого мяча. Тут даже насчет игры на стороне соперника. Можно было бы скорее задуматься арбитру. Ну, ни того, ни другого, наверное, свистеть не стоило. Вот пришлось так и какие-то эмоции включать нашим игрокам. Поскольку вот к первому техническому тайм-ауту далеко не все так безоблачно. Борьба нешуточная. И сборной Бельгии получается у нее сейчас игра. При том, что проблемы, наверное, никуда не исчезли. И в приеме не лучшим образом команда действует. Но вот зато в каких-то эпизодах здорово сыграла Декарна. И наши пару ошибок позволили себе. Пусть, опять же, последний эпизод оставим на совести арбитров. Мы смотрим в замедленном повторе три раза. И, наверное, у кого-то и свое мнение насчет этого эпизода. Отлично от меню вашего комментатора сложилось. А в судье надо это все увидеть. Один раз, и там действительно миллиметры. Хотя он ближе, конечно. Многовато сегодня приходится нападать Сафроновой. В общем-то, не самый, так скажем, характерный пока рисунок для нашей команды. Она в приеме у нас трудится за всех остальных. А вот атаковала, ну, вот в предыдущем матче 14 раз всего. При том, что Гамма у 26, Кошелева у 25. Я беру как раз от нападающих тех, кто атакует больше других. В силу своего амплуа. Сейчас опять же Седова без борьбы оставила мяч сопернику. Можно было пробовать делать передачу. Возможно, конечно, поздновато она мяч увидела. Много сейчас Сумбура. И та, и другая команда ни одной толковой атаки не организовала. Это, знаете, неподготовленная атака. Это стечение обстоятельств. То, что сейчас было у сборной Бергии. Зато нападающий, если брать индивидуальную игру, сыграл очень здорово. Сейчас мяч на сетку был наведен. И она аккуратненько по краю блока. Тут площадка ни при чем. И не надо, наверное, на ней акцентировать внимание. Там касание блока было, очевидно. На него и настаивала бергийская волейболиста. Ну, Гамова пробивает тройной блок. Вот когда на передней линии Сафронова ей приходится немало атаковать. В случае Кошелевой все-таки и Гамова немножко разгружается. Но они часто и в сетке месте оказываются. По расстановке как выходят. И вновь перевод в линию. Там страхует Гамова. Это тоже берется в расчет. Сейчас, правда, помогла Сафронова, подошла. Но вот по ситуации в момент атаки Гамова именно в линии защиты занимала. Наверное, это тоже учитывается. Ей защите играть посложнее, чем другие волейболисты, как вы понимаете. Ну, а сборная Бельгии так тихонько-тихонько начинает уходить в отрыв. 11-8. При том, что, видите, да, цифры у Декарной не являются какими-то гениальными. Сколько там ее? По-моему, 4 атаки из 13 она все реализовала. Более командную игру старается команду вот этого наставника Герта Ван для демонстрировать. Есть прием. Есть прием. Возможность играть быстро. А вот эта девушка, наверное, запомнится. Второй номер. Действительно молодая волейболистка. И видно, что уже хороший у нее технический арсенал. Посмотрите, в линию мы атаку сейчас наблюдаем. Помним, несколько раз она в ход уходила. И постоянно она в нужной точке. Оказывается, вот в темп попадает со своим связующим. Заслуга связующего здесь немалая. Но игрок идет акцентированно, четко идет так, как привыкли спортсменки. Это, конечно, облегчение всегда. Вот тот случай с Юлией Меркуловой, вспоминая. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Меркулова отправляется отдыхать. Вот под эти разговоры появляется Елена Муртазаева. И вот у нас сейчас как раз, наверное, впервые на этом турнире два центральных, которые обе с приемом играют. Это, наверное, тема, о которой стоит сказать. Тут наши, по сути, с двумя принимающими действуют. И в какой-то степени подстраховывают центральные. И Муртазаева, и Седова это умеют делать. Выходят третьими в прием. Но все равно была линия, когда игрок этого плава уступает Либер на задней линии, как вы понимаете. Там вдвоем приходилось принимать Либера нашей... Естественно, Екатерина Кабешовой и Наталья Сафронова. И вот в матче с Беларусью просто удивительные цифры в итоге сложились. По сути, Сафронова одна закрыла весь прием нашей команды. Поскольку всего довелось принимать 40 раз. И вот вдумайтесь, 31 раз из них Сафронова. Ну и плюс 6 Кабешова. Всего три приема досталось на долю остальных волейболисток. Так что, видите, сейчас Сафронова как раз заменила Анна Макарова. Так что посмотрим мы, наверное, как по-другому будет играть сборная России. Ну, Макарова принимающая с мощной атакой. Наверное, в приеме, наверное, не так она стабильна. Хотя, будем смотреть. Сейчас Владимир Кузюткин эти замены делает не для того, чтобы дать поиграть игрокам. Как вы понимаете, вы видите, все это табло прекрасно. Надо что-то противопоставлять уже бельгийкам, у которых игра получается. Тут надо где-то и на блоке какую-то корректировку. Наверняка игроки выходят с определенным заданием. Но и то, что вот Сафронова на передней линии долго не могла отличиться, это, наверное, тоже от Кузюткина не укрылось. И вот выход Макарова, это прежде всего усиление атаки. 14-12. Сборная Бельгии тем временем спокойно и кропотливо собирает очки. И мы видим, что когда появляются проблемы, не все так уж и безоблачно, да, как рисовалось. Но вот это должно было произойти. И, честно говоря, даже хорошо, что это происходит вот сегодня и сейчас. В том же матче со сборной Польши, где решаться будет едва ли не все. Пусть для Польши команды точно, но и для нашей немалой степени. Пока что мы видим очередную ошибку в приеме. Вот уход Сафронова, и там у нас сразу пробойник. Определенное обнаруживается. И этот мяч, конечно, трудно доведенным назвать. Это был подарок сборной Бельгии. Ошибается Макарова тоже в игру. Она сразу не попадает. И вот теперь технический тайм-аут очень кстати для Владимира Кузюткина. Надо ему встряхнуть своих подопечных. Впервые на этом турнире они попадают в такую ситуацию длительную, если можно так сказать, по проблемам. Если она перестала, то есть, что она, по-моему, не лезет. У тебя есть хороший удар, каждый на меня. Блин, ладно, не лезет. Все, ну, это еще раз, ты поставил пить. На подводе пьетов все, не вон. Возможно, подтвердил наше рассуждение Владимир Кузютки. До Макарова вышла усилить атаку. Безусловно, может быть, где-то чуть потеряв в приеме. Но, как видим, пока проблемы в приеме больше влияют на счет в этой партии. Поскольку аккуратно действуют на сетке Бельгийский или Балинский. Все, что летит сразу на их сторону, выигрывается обязательно. Вот так, наверное, дойдет дело, если придется Кузюткин убрать тайм-аут. И в концовке, а куда деваться. Ясно, что можно добавить эту партию и выиграть. И ясно, что это нашей команде по силам. Вот как останавливать соперника, который почувствовал кураж. До этого в этой группе только матчи с участием нашей команды заканчивались. Со счетом 3-0 в остальных играх была борьба. Ну и повторюсь, еще раз, что сборная Бельгии может абсолютно раскованно себя чувствовать, имея путевку в второй раунд. Правда, не имея пока очков в зачет этого самого второго раунда. После того, как сборная в Болгарии выиграла команда Белоруссии 3-1. Стало быть зачет второго этапа пошел матч именно Болгария-Бельгия, где 3-2 выиграла болгарская команда. 17-12. Растет разрыв. Макарова не получает сейчас ситуации для хорошей атаки. Вынуждена просто перебрасывать. Декарны просто не остановить. Вот когда идет игра у лидера сборной Бельгии, как мы можем убедиться, совсем по-другому выглядит. Боюсь уж 19 очками в этой партии точно не обойтись. Это лечит о том, как ее спасать. Тайм-аут Владимир Кузюткин берет. Деваться уже некуда. Не без этого. Тяжело бывает иногда. Чуть-чуть поближе. Ты же из глубины пасуешь. Но ясно, что она не успеет. С глубины. Значит, она не успеет. Раз вы пробовали, не ожидайте посидеть. По предыдущим матчам могли мы, наверное, судить, что видно было, что нашел нужную тональность, нужный такой стиль поведения Владимира Кузюткина. Воспринимается все, что им говорит волейболистами. Но вот, повторюсь, в такую ситуацию мы попадаем впервые. И тренер на это тоже обращает внимание. Давайте, проявляйте характер. Честно говоря, и в мыслях не было засекать, сколько мы мячей можем проиграть в одной расстановке. Но вот мяча 4 точно уже при этом счете меняется он только в пользу сборной Бельгии. А у нас 12 было давненько. Вот сейчас удается наконец-то выиграть 13-е очко. Не без приключений. Бельгийки поборолись и за этот мяч. И сейчас надо свою подачу усиливать, затруднять прием, лишить первого темпа. Очень хорошего первого темпа вот в исполнении Эльбрих. Ну, правда, не сейчас не она на передней линии, а 16-й номер бельгийской команды. Это Элс Вандерстея. Ну, и сборная России. Блок должен, конечно, помочь. Блок должен остановить Декарны в первую очередь. Ну, и там будет дальше попроще. И опять быстро через вторую зону. На сей раз там доигровщик оказался. Бельгийская команда, а не центральная. Ну, примерно в том же темпе, в том же ритме. Вы все видели прекрасно. Наигранный вариант, ну, что, связующего эти передачи отлажены. Почему бы не использовать более широко? Не только в игре с центральным. Тут полное право, как вы понимаете, для тренерской деятельности ситуация позволяет. Ну, вот Макарова во всей красе. Вот для чего ее и выпускал Владимир Кузюткин. Действительно, хорошая высокая передача. И где там этот блок? Такая даже немножко виноватая улыбка у Фрайки Дирикс. Ну, что она тут может поделать? Замена связующей. Марину Шишейну меняет Мария Задан. Вот все эти перестановки, попытки спасти партию. Тут игроки, еще важный психологический момент, игроки, выходящие со скамейки, тоже должны чувствовать, что они способны выходить и помогать. Для тренера это тоже очень важно, чтобы люди не просто стояли и ждали, когда там кто-то за них выиграет этот матч, а именно в трудные минуты готовы были усилить игру в команду. Вот, будем откровенны, где-то там даже и помогает эта девушка седьмой номер. Но в простых ситуациях она какие-то неловкие такие движения делает Лизбит Ван де Фогель. Сейчас на задней линии этот мяч легко очень поднимался. Очень такая долгая, длинная траектория, крутая после отскока от блока. Вот так неловко обработать мяч в защите. Кузовичи согласились с хорошей бельгийской командой. Есть прием, есть обязательно быстрая игра. Вот, если в начале игры я сказал, что странно, что бельгийка ее не наблюдается, сейчас, наверное, можно смело брать свои слова обратно. Это игра, которая помогает. Ну и замена, которой опять же напрашивалась Лена Руссо. Но она, во-первых, в приеме очень много играет. И я думаю, что на задней линии уж точно она доиграет эти вот пару расстановок. А там, как знать, может, и сетки останется. Макарова. Сложный мяч сейчас выигрывает. Комфортно эту ситуацию для атаки не назовешь. И мяч отведенный, и низкий для нее. Но Макарова достаточно мощная волейболистка. Я думаю, вы успели заметить. Но сейчас ошибается при выполнении подачи. Вот это уже расточительство, если хотите. Поскольку каждое выигранное очко сейчас для сборной Бельгии на вес золота. Партия для них это просто великолепный исход. А там, как знать, при должном настроении это и кураже. Помогать ни в коем случае нельзя сейчас подачи. И надо дорожить. Тем более, что вот вы видите, Декарны выигрывает абсолютно все. Любой сложный мяч в защите зацепили, повыше выбили. И тут даже как Юлию Седову винить. Да, наверное, не лучше она выбрала. Не угадала точнее направление атаки Декарны. Но Тата тоже крутит. И вправо, и влево. Как мы видим, через шестую зону большинство ее атак задней линии строится. Именно через шестую, а не через первую. Что мы смотрим, как сыграем в защите? Задел сделайте на следующей партии. Задел. Два-три удал у учебных. Но не сдайтесь. Ну, конечно. Вот мы видим даже, что и нападающие не говорят, не говорят в прямой о замнижении передач. Но просят повыше. Действительно, у нас высокие игроки и не отвергая скорость игры, ни в коем случае, все-таки высоту передачи надо тоже понимать. Почему не страхуем? Ну, Кошелева, да не выиграла, но и не проиграла же этот мяч. Он летел там добрых три секунды. Боковой линии. Ну, так, пожалуй, что и партию не спасти. Если так относиться к этим мячам, попросил Кузюткин. Если уж не выиграть, то побороться и сделать задел на будущее. Нет, как видите, остановились наши волейбаристки. Ну, может быть, в этом варианте и сыгранности не хватает. Ясно, что это не стартовый состав. Здесь такие моменты могут быть, хотя там ничего сложного не было. Вы понимаете? 23-18. Мариин Жадан на подаче. Пожалуй, действительно, это все спасти будет очень сложно. Ну, все получается у Бельгии. Прием почти идеальный. Посмотреть, какие мощные атаки. Не так часто вот эта девушка атакует. В приеме тоже немало труется. Шарлот Лейс, тоже молодая волейболистка. И она же, по-моему, приносит последнее очко сборной Бельгии. Радость такая, словно они выиграли минимум матч. Ну, а так, на самом деле, у нас 1-1. И я думаю, что есть о чем задуматься в сборной России перед четвертым сетом. Третий сет в матче России-Бельгия. Ожидали мы, наверное, что он может стать последним для нашей команды здесь в Бельгии. Нет, придется еще потрудиться. И, судя по тому, что мы видели в предыдущей партии, потрудиться придется немало. Такой интересный план. Два лидера, две звезды. Два столпа команд, если хотите. Екатерину Гамову мы прекрасно знаем. Кстати, у Декарны, наверное, надо и сказать о ее данных. Рост 192 см, высокая девушка. Легкая, как мы видим, такая прыгучая. Ну, и техничная, безусловно. Вот в крупном плане, словно знали, что о ней мы говорим. Сейчас нам ее польские коллеги представили. Мария Шишенина вернулась на площадку. Это тоже не случайный план, это немаловажно. Вернулась из Афронова. Вот вернулась. Не смогла сыграть в приеме. Даже слово, наверное, не справилась. Здесь не подходит. Да, мы видим, что вдвоем все-таки перекрывают они площадку. И в этом случае вот эти мячи, которые прямо под боковую линию летят, невероятную сложность будут представлять. Что, собственно, и произошло в данной ситуации. Трудно вдвоем, находясь в приеме, вот такие мячи принимать. Тем более еще укоротился мяч и так вот нырнул. Довольно близко, где-то в четвертый метр клюнул. И тут, честно говоря, язык не поворачивается Наталью Винистову в том эпизоде. Ну и так, наверное, вы, наверное, смогли понять, что вернул стартовый состав. По крайней мере, то, что касается одного центрального. Точно второго мы пока не можем назвать, поскольку фильмы Кобешова на площадке. А Юлия Седова у сетки, кто там, Меркулова будет или останется Муртазаева. А может быть и Бурдакова мы сегодня в игре увидим, как знать. Ну вот сейчас два зашибаются соперницы при выполнении подачи. Такой маленький бонус для нашей команды. Надо уже встрепенуться и больше на свою, наверное, внимание игру обращать. Если отладим прием, отладим свою атаку, блок свой прежде всего, который куда-то загадочным образом делся во второй партии, все будет нормально. Ну вот и блок. Муртазаева, она именно осталась на площадке. Так что говорить, что стартовый состав будет не совсем корректно. Вот как раз Муртазаева вместо Меркулова. То, наверное, изменение, которое напрашивалось ходом игры, не попало Юлию в игру по большому счету. Видели мы в атаке. Ее почти не использовали, а где использовали, не получилось. Ну и на блоке, наверное, побыстрее понадобился блокирующий. Сейчас Владимиру Кузюткину, поскольку и бельгики заиграли быстрее. Тут все достаточно логично. Высоких мячей Меркулова была очень даже уместна. Вот это быстрая игра в края, наверное, для Муртазаева не то, что поудобнее. Так, наверное, когда блокируешься, говорить неправильно. Но здесь она поэффективнее будет выглядеть. Ошибаться начали наши соперники. Вот те ошибки, которые были на подаче, они бесследно тоже не прошли. Они не проходят и не должно таковое быть. И еще две собственных ошибки. Теперь уже в атаке. Декарна не забила. Теперь Эльбрехт. Эльбрехт свой мяч, а мы уже убедились, что она эти мячи щелкает, как орешки. Сейчас не смогла перебить в данном случае. И вынужден наставник команды Гердфу. Команды брать тайм-аут. Ну, не сдадутся. Соперницы почувствовали, что можно играть. Почувствовали, что от того, как играют имена, не зависит много. Поэтому придется нашим потрудиться, чтобы останавливать. Ну и подачу сейчас. Свою держать надо обязательно. Хорошая у нас линия у сетки. Юлии Седовой надо поаккуратнее. Не стесняется, вы видите. Не стесняется отдавать нападающий, который перед этим проиграл. И не стесняется отдавать край, там, где высокий наш блокирующий. Надо отдать должное. Вот эта уверенность в этом элементе. Один раз не получилось, но это действительно эпизод. Причем играют постоянно за головой разные волейболисты. Просто такой конек своеобразный. Изюминка игры бельгийской команды. А вот уже отличилась Фрейке Дирикс в борьбе на сетке. По проворни оказалось. Тоже здесь связующий. Достаточно высокий игрок. 189. Я вот даже сразу не обратил внимания, честно говоря, на эту цифру. Может быть, потому что она внешне не производит такого впечатления. Вообще сборная Бельгии достаточно рослая команда. Вот даже давайте пробежимся по стартовому составу. Та же Фрея Элбрехт тоже 189. Декарный, я уже говорил, 192. Связующая 189. Шарлотта Лейтс 187. Ну, внушительные такие габариты. Чуть пониже, может быть, вторая доигровщая. Хотя нет, Лисбет Вандерфогель тоже 189. Вот такие данные. Серьезные очень. Так по среднему росту близка к нашей команде сборной Бельгии. Хотя вроде так визуально такого впечатления нет. Ну, данные с официального сайта. Хотите верить, хотите нет. Опять у Сафронова не ладится. Дела сегодня в атаке. Проигрывает мячину. Которая не должна, наверное, проигрывать. По крайней мере. Зато в приеме здесь здорово играет. Тут, конечно, надо сильные стороны использовать. Наверное, для Марины Шишейной это тоже определенная задача. Здесь грамотно разбираться. Поскольку вот не добили, тут же следует контратак. А контратак большинство играет Декарной сборной Бельгии. Поскольку первый темп, конечно, так не подключишь, как с приема. И Декарной справляется со своей нелегкой работой. 6-6. Вроде бы казалось, все у нас пошло на лад. Нет. Борьба. Борьба, похоже, еще впереди. И Сафронова ошибается в приеме. Сейчас, наверное, помощь третьего игрока просто необходима. Почувствовали бельгийки, где можно нажить очков. Вот эти передачи, видите. Сейчас уже Седова, да, она в приеме стала третьей уже так более серьезной. И центр площадки на себя взяла. И все равно подача в линию. Опять же, смотрите, нацелена. Это явно тренерская задача. Подсмотрели что-то слабости. Разобрали. И сейчас пытаются использовать наши соперники. Высоко не надо этой волейболистки прыгать. Наверное, датам атаки серьезной не должно было быть. Может быть, даже и вдвоем прыгать не стоило. Андерфогель не была нацелена на эту атаку. Опытная волейболистка. Ей как раз 30 лет. Вот она вот выбивается из этого ряда. Декарны 32. Вот это два главных ветерана юбилейской команды. Которые без этого. Мы делаем героические усилия. Улыбки. Еще раз говорю. Вот сейчас нужны улыбки. Ни в коем случае не паниковать еще. За каждый мяч. Пошли. Успокаивает сейчас Владимир Кузюткин подопечник. Просто требует даже, чтобы были улыбки. Это вы все прекрасно слышали. Неожиданно растерялись. Хорошо, что это происходит сейчас. Но теперь уже какие-то и сомнения появляются. А так легко это сборную Бельгии вообще обыграть. Но если судить по результатам, она ничем сильно от команды Белоруссии и Болгарии, которые мы просто играючи здесь победили, не отличается. Но вот в конкретно одной игре, я говорил, может выстрелить. Особенно перед выходным. Особенно, когда ей нечего уже терять. Есть путевка второй этап. Есть, наверное, задача на этот турнир. Хотя мне не доводилось видеть так ее в конкретном виде. Но можно догадаться, да, что на полуфинал сборной Бельгии рассчитывать здесь. Ну, наверное, не вправе. А вот на мини-сенсацию. 8-6. В третьем сете проигрываем. И уже 9-6. Нашли слабости у Сафроновой. Вот эти подачи. Было три эйса. Мы обратили внимание еще до второй партии у этой девушки, у Шарлот Лейс. И вот сейчас еще минимум два она добавила. Причем четко. Вот к боковой линии отгоняет туда Сафронова. Во-первых, из атаки в атаку и сложно успевать. Мы это видим прекрасно. Страховать перестали. Ну, опять придется, видимо, Владимир Кузюткин сейчас искать игроков, кто может завести нашу команду. Пожалуй, что Ольга Факеева может появиться в атаке. Но в приеме-то проблемы. Прием усилить по большому счету-то и некем. По крайней мере, так на вскидку и не скажешь. Сейчас выйдет игрок, и у нас в приеме будет намного легче все. Сафронова это одна из надежнейших наших принимающих. Вот ее так. Нашли за нее праву подачей. Конкретно вот в этой расстановке. 10-7. Ошибается Декарна в простой ситуации. И тут пыталась, наверное, затруднить. По большому счету, он отдавал и мяч без борьбы. Должен ли наш этот мяч выигрывать. И вновь через четвертую зону. Других вариантов не было. Наконец-то Наталья Блок обыгрывает. Ну и давайте вперед. Надо идти. Надо сейчас выходить вперед. Ставить на место соперника. Потом все это будет намного сложнее. Вновь первый этап. Вновь есть прием. Почему-то вот наши подачи перестали соперни ставить тупик. Помним, что из первой партии затрудняли очень хорошо. И начало второй. Бой не самый простой был для сборной Бельги. Вот с какого-то момента ничего не получается. Почти все время есть первый темп. Это, конечно, недопустимо. Опять Сафронова загружают. Понимают, что она сейчас не в лучшей ситуации психологически. Но опять же, браво Муртазаева. Второй такой эпизод сегодня, когда она один в один останавливает соперников, которые идут за очередным набранным очком при своей подаче. Что очень важно. Именно контратаки закрывает Елена. С точки зрения психологии моменты, которые трудно переоценить. Вот бы еще крайне в нашем чего-то начать блокировать. Куда-то групповой блок пропал абсолютно. Который в первой партии просто определяющим, наверное, был. 12-9. Видно, с подачи, которую... Такое ощущение, что повтор. Одно и то же, одно и то же под боковую линию. И там не справляется Сафрона уже с третьим и четвертым мячом. Ну, какое исполнение-то ювелирное. Просто удивительно. 13-9 сборной Бельгии ведет и в третьей партии. Отдели премию. Повядок. Повыше. Аня! Поднимай кидачу. Салар, еще осталось. Салар, еще осталось. Салар, еще осталось. Мы все можем. Оклику Владимира Кузюркина-Макарова все-таки придется выпускать ему и сейчас. Такой я, премию. Говорили, что Сафронный прием хороший. Но вот этого сета это уж точно не касается. Подрастерялась она. А скорее, действительно, соперник очень хорошо изучил ее слабости. И грамотно использует. Но вот так вот на заказ, чтобы так подачи летели. Поверьте мне, это тоже неординарная достаточно серия. А на Макарова на площадке. И вот сейчас надо погоню начинать. Желательно с первого мяча принять и сняться. Куда сейчас будут подавать? Видите, тут же меняется направление. Ищет другого игрока. Ищет как раз вот... Кто там, Юлия Седова. Юлия Седова была в атаке. А кто там прием был, честно говоря, я и не увидел. Она, наверное, был тазар. Сейчас Кошелево меняет Либера. То есть у нас, в принципе... Ну, Кошелево в задней линии почти не атакует. Так что здесь все абсолютно логично. Указаевая помощь в приеме нужна. Но нам сейчас надо с атакой что-то уже решать. Развалились почти все элементы. На удивление. И еще и вести перестало. Точнее, в сопернику начало вести. Вот так вот в 16-9 почти равный счет был, когда вышел на площадку вот эта волейболистка. И такая опять провальная серия. Вторую партию подряд вот нам такие дают диаграммы своеобразные. Вот обратите на них внимание. Очень все наглядно. Первое, не поддаваться панике. Второе, бейте сильнее. Бейте жестче. Не надо перестраховываться. Мы проиграем. Если мы будем отыгрываться, это ни к чему не приведет. Играйте смелее еще раз. Играть то, что считаешь, нужно. Заказывайся. Как видите, Владимир Кузьеткин безграничная вера. Возможность Шишениной. Но ей тоже без приема. Но что она может? Заказывать можно все, что угодно. Но любой заказ требует качественного приема. С высоких мячей перестали мы забивать. Вот это, наверное, то, что удивляет. Несколько. Это, в общем-то, сильная сторона нашей команды. Именно когда нет качественного приема, наверное, мы лучшей принимающей командой мира и никогда не были. Будем тут уж объективно у нашего волейбола. Другие, наверное, достоинства. Вот эти нападающие. Гамова, Кошелева, наверное, Макарова должны забивать такие мячи. И опять под боковую линию. Ну, просто идеальный мяч укладывается. Сейчас Кобешова, конечно, справилась. Но только для того, чтобы оставить мяч в игре. И более того. Должен выручать блок. Пока тоже его след весьма расплывчат в игре нашей команды. А Декарны лишний раз это подчеркивает уже своей атакой. И расправляется буквально с нашими блокирующими. Ну, мастер, конечно, не заурядка Кобешова. 17-9. Продолжаем лететь все в той же расстановке. И перерыв не в помощь. Возможно, Кузьмин придется еще раз игру останавливать. Пусть Декарны вновь в атаке. И у нас ей раз ошибается. Она тоже, конечно, не автомат. Все время на групповом блоке эти мячи заколачивают. Но сейчас появление Кошелевой сетки. Может быть, чуть полегче будет. Все-таки она и посвежее, меньше в приеме работает на задней линии. Да и на блоке надо поработать. Начните за. 18-10. Ну, вы знаете, даже уже, честно говоря, неприличный вот такой разрыв выглядит. Столкнулись наши с серьезными проблемами. Чего явно не ожидали. Это заметно. Так, может быть, и не хватило таких серьезных соперников в первых двух матчах серьезных ситуаций. Придется себя перебарывать. Вот Кошелева о чем я говорил. Хорошая атака с высоты под заднюю линию. Вот то, что надо. Сейчас парочку вот таких мячей забить через блок. Убедительно. И это и на соперника действует, соответственно. Ну, и свой блок. Пора уже работать. Начинать с Шенина. Все, все получается у Бердиев. Ну, оказалось бы, небольшая задержка сейчас была при выполнении второй передачи. Ну, опять же, арбитром виднее. Наверное, не об этом мы сейчас должны думать. Ничего не получается на блоке прежде всего. Вот Кошелева хорошо прошла переднюю линию. Немножко и Гамову подразгрузила, которая подустала основную нагрузку нести. И я одной из всех отдуваться 19-12. В противоход, если можно так сказать, сейчас бросила лидера биргийской команде Гамова. Та пошла страховать короткую скидку. А Екатерина, видите, далеко пыталась забросить туда, на заднюю линию. И не дотянулась сейчас просто невысокий, естественно, игрок в сборной биргии. Седова. Ну, такие мячи. Ну, не имеем мы права такие мячи проигрывать. Сейчас Кабершова абсолютно не права. Ну, Либера просто не имеет права на такие действия. Сейчас в кое-веки раз не получилось это взаимодействие. Не в темп мяч попал, обманный удар. И на прямых ногах наблюдал за ним наш лидер. И это вообще, конечно, никуда не годится. Касание блока, судя по реакции биргийской футболисток, у них и сомнений не было. 21-13. Все, что не делается, а разрез только растет. Касание здесь очевидно. Польши. Не только большая популярность волейбола, здесь еще и умеют его показывать. Но, что не случайно, это вид национальный, можно сказать, в этой стране. Поэтому отработано здесь все до мелочей. Но то, что редко можно увидеть, четкое касание на заметном повторе, здесь было все очевидно. А здесь накатывают простые вещи. Пошли, 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 пошли. Эй! Теперь пять партий возите. И пять партий уже неплохим исходом, честно говоря, видится в этой ситуации, поскольку по наклонной идет игра нашей команды. И наклонная это пока не в ту сторону. С какого-то определенного момента после очень легкой первой партии выигранной вот такие моменты. Нет приема. Об остальном говорить уже не приходится. То и этот мяч Декарне попадает. Нет, вряд ли. На всякий случай скинули руки наши соперницы. Вдруг арбитры при сомнениях на это обратят внимание. Декарне попадает в аут. А в общем-то решение-то она неплохое. Насла другой вопрос, что она сейчас гамму обходила, блок. Наверное, не самое перспективное направление изначально. Чувствуете ли силы? Почему бы нет? Наконец-то удается что-то выиграть с подачи. Кошелева затруднила. Может, она поведет за собой команду. Получается, у меня сейчас игра. Вновь неплохо. Вот где есть поработать блоком. Ну, где вот пропускаем? Непонятно, честно говоря. Такое ощущение, что просто вход. Незатейливо. Почему не закрыто это направление? Вот, наверное, Елена Муртазаева и пытается сейчас выяснить. С крайним блокирующим, что тут не так. А не так то, что всего три очка сборной Бельгии остается до выигрыша. Третьего сета. И тогда уже она будет достаточно близка к победе. При любых раскладах. Пятый сет. Это всегда шансы дополнительные для любой команды. Молодец. Макарова. Надо бороться. Надо бороться. Вспомнить то, что было в первой партии. А там тоже серии впечатляющие у нашей команды получались. Гамова. Ну вот, зацепила Муртазаева. Хорошо она сейчас несколько раз индивидуально в центре сетки сыграла. И Гамова свой шанс не упускает. 17-22. Ну вот что-то так... Пока эпизодами, пока моментами, ну начинает. Получается, Ольга Фатеева появляется в нашей команде. Что это, двойная замена будет? Или это просто усиление блока? Посмотрим. Пока что тайм-аут берет на станет бельгийской команды. У него свои проблемы в этот момент. Собственно, и взяли-то мы немного, пожалуйста, там два очка подряд. Ну, это уже сигнал. Тоже спокоен. Слово «пайп», пожалуй, знакомое прозвучало. Но то, что играет в сборной Бельгии, пайпом называется только номинально. Это высокая передача в шестую зону. Там о комбинации-то речь не идет. Все-таки пайп это комбинация двухтемповая. Здесь другой случай, но для удобства терминологии, наверное, подходит. Да, пожалуйста, она не очень напевала. Попасть было ли касание блока? Но, судя по реакции бельгийской команды, все-таки им отдостается этот мяч. Не очень согласна с этим Гамова. Ну, да, двойная замена сборной России Марии Жадан появляется вместо Екатерины Гамовой. Ну, надо, во-первых, сил немножко подсобрать на четвертый сет, которого, понятно, что не миновать, который надо выигрывать. Нет, нет уверенности в приеме, а то это, конечно, колоссальные проблемы. Ну, до конца, до конца отбороться, что там, ну, как обидно касание сетки, когда, ну, в кое-веки раз сумасшедший мяч спасли в защите, и надо же, вот такая неприятность. Пожалуй, на этом все в этой партии, хотя счет 24-17, но чего теперь ожидать. Покеева, конечно, пыталась как и лучше успеть к этому мячу, но слишком уж азартно приступила к этому моменту. Зрители оживились. Когда проигрывает фаворит, всегда нейтральный зритель с удовольствием это воспринимает. Тут уж нам обижаться нечего, да и сами мы себя в эту ситуацию загнали. 24-18. И опять, похоже, до равной концовки напряженное дело у нас тут не дойдет. Ошибается, правда, сейчас Декар на 19-й очков в пользу сборной России, но слишком много попыток есть у команды Бельгии для того, чтобы выиграть эту партию. Белорусская. Вот и блок наш сработал. Опять же, напрягает немножко то, что свои атаки мы абсолютно не организовываем. Почти без борьбы отдаем мячи. Ну, хорошо отбились сейчас на блоке. Ну, в конце концов, надо свою волю навязывать сопернику. Неплохая подача, не надо блок. Ну и Макарович. Высокого мяча, бесхитростно вход. 25-20. С таким счетом сборная Бельгии выигрывает третью партию. И, наверное, к изумлению многих ведет в матче с командой России 2-1. Проигрываю в сборной Бельгии после трех сыгранных сетов 1-2. И напомню, что этот матч ведет в зачет второго этапа при всех раскладах. И вот, честно говоря, даже вариантов таких не просматривалось, что может наша команда без двух набранных очков в этот второй этап выйти. Но вот сейчас придется побороться и очень сильно постараться, чтобы это действительно произошло. Пока, в общем-то, все попытки изменить ситуацию с того момента, когда проблемы появились, ни к чему не приводят абсолютно. Сборная Бельгии разыгралась, ее трудно остановить. Нужен блок, нужна подача. Ну, в общем-то, сейчас о любом, наверное, элементе исполнения сборной России, можно сказать. Сейчас между партиями нарезку такую показывали своеобразную. И обратила внимание еще, наверное, раз. Очень много сеточных мячей мы проигрывали. Вот то, что борьба над сеткой почти во всех случаях сборной Бельгии оказывается или удачней, или проворней. Или, если хотите, уверенней в себе. Что тоже, наверное, неожиданно несколько. И сет касаний немало было. Мы видели такие ошибки, которых не должно бы быть, по идее, конечно. С атаки Элбрех начинается эта партия. Она, кстати, самая результативная в своей команде. По-прежнему больше декарных очков набрала. Правда, всего на одно. 14 против 13. У нас 19 было у Гамовой. Но личная статистика Екатерины нас сегодня в меньшей степени интересует. Нам нужна сейчас хорошая, уверенная игра сборной России, которые обязаны переигрывать эту команду. Не просто с ней бороться. Сейчас пока и на равных не получается. Если хотите, вновь Эльбрех в атаке. Грузит ее по полной программе. Не стесняется. И все быстрые мячи. Пора, наверное, все-таки и заструднять уже подачу. Почаще нашим стараться. В начале-то партии можно где-то и рискнуть. А составе, наверное, не лишний. Ну вот смотрим на площадке. Осталось Макарова. То есть вот те проблемы в приеме Сафронова, они все-таки сегодня действительно какой-то системный характер носят. Не рисковать. Еще Владимир Кузюткин. За счет мощи атаки постараться, мощи блока, которого, правда, давненько мы не видели, попытаться изменить ситуацию. Что сейчас? За все-таки немножко. Коширил, конечно, рассчитывал на другой несколько итогов. И хорошая подача получилась. Да, там буквально пару сантиметров, да и Декарна ловко отскочила. Могло и в нее попасть. При определенных обстоятельствах. Но все не в нашу пользу. Гамова. Такое ощущение, что Катерина подустала немножко. Нет вот такой легкости в ее атаках. Несколько натужно. Она и продолжает сборной Бельгии уходить вперед. 4-2 уже счет. Уже, говорю, вроде начало партии, но это все не выбивается из той картины, которую мы видели в предыдущих двух партиях. Что-то Владимиру Кузюткину надо делать. И, может быть, даже пожестче поговорить с подопечными. И почему бы и нет. Увещевание, честно говоря, пока не проходит в этом матче. Пока все было легко и штатно. Это одно. А вот когда начинаются проблемы, игроки должны заставить себя играть. В конце концов и самолюбие должно быть. Это не Италия, не Голландия. Сборная Бельгии напротив. Вот эпизод. Надо выигрывать обязательно. Да, но не хватает. Вроде и сильно бьет Макарова, как просили. Но единственное, дождались ошибки. Мы от соперницы. Там, конечно, касание блоков близко быть не могло. Жалко, ничего сами не выиграли. Вот это, конечно, печалит. Нет, касание блоков здесь нет. Это опять великолепный план. Там даже додумывать нам ничего не надо. А были ли касания блока сейчас? Нет, не было. Второй раз не находит блок Вандерфогель. И 5-4 сборная России выходит вперед. Но опять же, это все пока ошибки соперников. Надо набирать очки, как говорят в теннисе, активно. Выигранные. Вот таких очков нас не достает сегодня. Может быть, сейчас блоком. Не было касания блока и сейчас. Опять же, пытаются так развести, если можно сказать, арбитр на нужные в решении бельгейки. Но там ничего похожего. 6-4. Зашибались соперницы. Надо это использовать. И опять, посмотрите, сеточный мяч вроде нашей первая должна быть. Нет, остается он в игре. Хорошо, что сейчас Макарова наконец-то в атаке справляется. 7-4. И что, таймаут возьмет на станет бельгийцев? Ну, вот такой достаточно известный кемеровский ход. Во-первых, ситуация обоснована. На другой стороны, два перерыва подряд сейчас будут. У Бельгии, поскольку технический таймаут не загорает. Пять очков сборная России давненько не набирала. С первой партии уж точно подряд. Ну, и все-таки не будем забывать, что четыре было собственных ошибки волейболистов из Бельгии. Не будем обольщаться. Пока, в общем-то, терпеть надо, да, мы знаем. И я думаю, что понимают это игроки. Легко не будет. Теперь это уже совершенно очевидно. Сейчас, наверное, и Декарны в атаку будут подключать. Слишком много другие уже наошибались. Но тут еще понятно, что прием неудачный. Гамова. Ну вот, то, что надо. Аккуратно на исполнение. Тут и сила не нужна. А мастерства у Екатерины предостаточно. И вот тот самый второй тайм-аут, который вправе сейчас использует бельгийский наставник. Он ему нужнее. Сборная России сделала наконец-то рывок, которого мы ожидали, и повела 8-4. В четвертый сет, 8-4. Бьемся за то, чтобы перевести игру в пятую партию. Пока проиграем 2-1. Вот сейчас отрезок позитивного нашей команды. Это вообще, конечно, неровно идет уж больно играть. Если такой уверенной победы в первой партии, в таком хорошем волейболе, два сета сплошных мучений. Но будем надеяться позади. Они хотя... Кто-то подсказывает, что не так все просто будет. Поэтому надо девушкам повнимательнее сейчас быть. До конца, вы видите, пытается Владимир Кузьмин что-то подсказать, что им подопечным. Да, вроде и по ситуации для сборной Бельгии важнее этот тайм-аут. Но нам надо все равно немножко менять игру. И это процесс небыстрый. Замена. Замена наших соперников. 17-й номер. Это Йолен Виток. Впервые она сегодня появилась. Но вообще она только на эпизоды появляется в этом турнире. Так что, думаю, может быть на один мяч. Наверное, в атаке она посильнее. В четвертой зоне. Правда, выиграть ей сразу не удалось. Но и наши простую ситуацию не смогли довести даже до организованной атаки. Опять в которой уже раз. Ну что, сейчас помешало Марине Шишейне сделать качественную передачу. Ну, загадка. Выиграть этой передачей трудно было. И пространство, и темп. Надо было просто качество. В итоге вновь какой-то шанс даем соперникам. Благо, Макарова хороша сейчас в атаке. Вот если у нее дела так пойдут стабильно, как вот в этот отрезок, то намного легче, конечно, будет сборной России. Поскольку Кошелево и Гамовой особых претензий в атаке нет. Тут, наверное, скорее в организации у нас сейчас проблемы. До хороших мячей дело редко доходит. Удобных для наших нападающих, мощных в краев. Макарова на блоке. Браво. 10-5. Ну, так поддавливать. Постоянно держать соперника в напряжении. Замена не сработала у сборной Бельгии. 17-й номер и вторая атака у нее тоже не прошла. И вот ошибка собственная. Попытка сыграть переходящий мяч где-то в двух метрах от сетки. Тут уже, по-моему, растерялись и соперницы. Надо этим пользоваться. Толковый по мячу не попало сейчас. Хорошо. Сейчас, наконец-то, и защита прорезается. Надеюсь, сейчас Кабешова успевает за этим мячом. Гамова. Ну, вот эти мячи начинаем выигрывать. Доигровочный. Давно этого очень не было. Во многих случаях, еще раз повторюсь, даже до атаки дело не заходило. Вот сейчас какой-то хороший такой цельный и полноценный отрезок в исполнении нашей команды. Я так понимаю, сейчас свой второй перерыв, наверное. Вскоре использует голландский, бельгийский наставник. Все дело пойдет так и дальше. Какие же 7 ошибок. Шишейн стал допускать с определенного момента. Так здорово выглядело до этого. Сейчас что-то никак не может взять себя в руки. Успокоиться. Уж сейчас еще спокойный. Рабочий абсолютно момент. Эту партию надо доводить до победы. Вот мяч из рук буквально выскальзывает, как кусок мыла. Донинько мы вот эту вот атаку с забеганием центрального блокира еще не использовали. Элементные ожидания сюда же не получили. Когда решили это сделать, Седова как-то безхитростно в блок атаковала в одиночной. Ну, в общем-то, второй блок там и не должен быть, если все по уму сделано. Великолепно. У Даргамовой, как вы же знаете, со злостью она приложилась. Но действительно, кто же будет помогать-то? Едва ли не в четвертый метр вколотила заднюю линию. Серьезный удар, конечно. 13-7. Нелетит подачу у Макаровой сегодня, к сожалению. Умеет она подавать и умеет очки зарабатывать. 13-8. Удивлен этому и кузю. Понимаете? Если есть проблемы, то они возникают там, где их не ждешь. Забивает. Клошалю. Ну, вот когда получается в край доставить мяч удобно для нападающих, в принципе, конечно, любая из них должна блок обыгрывать. По крайней мере, процент этот должен быть выше, нежели у нас был он до этого момента. Ну, вот и второй наставник, второй перерыв наставника голландского Герт Ванде берет свой второй тренерский перерыв. В общем-то, опять же, недалеко и второй технический. Вот пытается на маленькие участки такие отрезки разбить игру. Попытаться все-таки ее переломить в пользу своей команды. Пятый сет на всякий случай в запасе уже есть, но почему бы не попытаться сделать это сейчас, пока сборная России окончательно свою игру не нащупала. Такая, наверное, логика предполагается. Сушенина. Хорошо, пробрасывает, которого же раз за голову, пускай там не первому темпу, но за голову все-таки очень качественно пасует. Райки Дирикс. Вот сейчас Декарный на одном блоке. Это почти с предрешенным истолем атака, что, собственно, и произошло. Да, ну, пока действительно получается, что только она берет ответственность за результат многих атак. Ну, Кошли у Макарова тоже забивает, но процент тут не сопоставим. Радует то, что вот чем труднее, тем вроде бы и прибавляет, да, Екатерина по ходу этого матча. Это момент отрадный. А так, конечно, одним нападающим не выигрывающим матчей. Понимает этой сборной Бельгию, сказалось бы, имея такого игрока, как Декарный, можно его и больше задействовать. Но вот сегодня просто день какой-то у Фреи Эльбреста, она о многом атакует, атакует здорово. Молодец. У нас Екатерина, вновь сложный вроде отведенный мяч, но так на исполнение, конечно, разводит она сегодня и в линию, и перевод, и вход. Все, что угодно. Сейчас это очень помогает сборной России, и ко второму техническому перерыву 16-10. Можем, наверное, с оптимизмом смотреть, по крайней мере, на концовку этого сета. И мы продолжаем сборную. И я не могу сказать, потому что это 4-5. 4-5. 16-10. Поспокойнее, наверное, Владимир Кузюткин, он только, если брать ближайшие, наверное, несколько розыгрышей, все-таки преимущество сборной России комфортное. В четвертом сете 16-10. Мы впереди. И, наверное, все-таки до пятой партии доводить дело обязаны как минимум. Там, конечно, такие соперники, как сборная Бельгии, особо опасны, которым нечего терять, которые могут только славу приобрести. И они, наверное, ее уже приобрели при любом исходе этого матча. Ну, а победа от сборной России просто, наверное, историческое значение может иметь для бельгийского волейбола. Продумать об этом не хочется абсолютно. Нам нужны вот эти очки. Понятно, что разница партии будет уже несколько подпорчена. Но, опять же, это может совершенно быть неважным, если мы выиграем два матча на втором этапе. Выиграем этот матч прежде всего. Пожалуйста, лучший бомбардир этого матча Эльбрехт и Гамова. Ну, вот ошибается Эльбрехт. Наконец-то 17-10. При этом счете, может быть, это уже не так важно. Так больше, конечно, игра собственной интересует. Собственное нападение, собственная контратака. Ну и блок немало, естественно. И опять вот как мяч на сетке играется. Почему-то вот не везет, то ли нам, то ли где-то недорабатываем. Вот смотрите, такой стыковой мяч, мы его проигрываем тоже. Хотя вроде бы можно было руки перенести по этому эпизоду и как-то поплотнее сыграть с бельгийской нападающей сейчас. И опять не добиваем до пола. Тут же используют это соперники 17-12. Не так уж сильно, но разрыв все-таки сокращается. Как вроде Муртазаева и угадала. Но вот между рук у него мяч, что ли, проскочил. Или высоты не хватило, даже не очень понятно. Даже по этому плану было. Но Декарны выиграла Гамова. У нас есть свой бомбардир. И бомбардир, который сегодня просто прекрасно выглядит. Екатерина. Сейчас, когда трудно, она особо хороша. Все до пола, все без вариантов. 18-12. Еще и погачка получилась. 19-12. Но теперь, наверное, полегче. Застало бы. В какой-то момент. Вроде бы снова занервничать пришлось. Перерывов у бельгийцев. Напомню, нет. Надо эту партию доигрывать. И доигрывать поубедительней. Атака Декарны. Справляемся в защите. Ну и должны были справляться. Что там? Заступила. Заступила сейчас Катя. Жалко. Но атака у нее опять же получилась. Поэтому сильно не должно это на нее сейчас влиять. Главная игра спорится. Да, но было. Наступила на линию. Линия входит в пределы передовой трехметровой зоны. Так что это ошибка. Замена. Вот новых игроков постоянно мы видим. Гиндалин. Ореманс. До этого в игре не было. Возможно уже все-таки о четвертой партии. Вынужден думать на станке бездейской команды. Геркланды. Дает отдохнуть основным игрокам. Вот сейчас хорошо. В четвертую зону. Глубоко к антенне. И просчитали. Не просчитали бельгийки вовсе этот эпизод. Никого там не оказалось. 20-13. Теперь, наверное, уже и вправе и наше задуматься о пятой партии. Естественно, для этого никаких замен Владимиру Кузюткину делать не надо, поскольку все и так очень неплохо. Сейчас побыстрее постараться дождать соперника, не давать ему прийти в себя. Очень хорошая атака. Ничего не возродил. Переверну сейчас наш блок. Такое ощущение, что и сама удивилась. 21-14. Усыпается. Ну, в общем-то, соперницы поняли, что за этот сет цепляться не получится. Так и эмоций вроде поубавилось. Вот Мария Бардакова появляется в сборной России. Пока меняет она на блок Марину Шишенину. И стало быть, много в этой партии ей не поиграть. Может быть, пятой пригодится. Ну, трудно в такую игру входить. Как раз такими проблемами все для нашей команды. Поэтому сомнительно. 22-14. Жалко, не зацепили этот мяч в защите. Хочется, конечно, пару мячей сыграть на задней линии. Я понимаю вот реакцию этого Владимира Кузюткина. Хорошая атака Кошелевой. Но давненько мы от нее таких не видели. Именно с такой степенью убедительности, если хотите. Должно, должно это влиять на соперников. Но главное, чтобы на игру наших игроков это влияло. Появилась вот та уверенность и осознание того, что мы сильнее. И там уже укороченный сет. Пятый, не укороченный. Не должны мы сопернику даже шансы давать. Попадает мяч в площадку. Ну, ничего страшного. 23-16. Момент для разбора, конечно, определенный существует. Понять, где прошел нападающий надо. И делать корректировку в другой раз. Но сейчас концовку доиграть поспокойнее. Важно, чтобы прием вот в этой партии наши выдержали. В отсутствии Сафронова, у которой дела не пошли. И другие справляются. Это вот этот момент отрадный. 24-16. Мысленно согласны Бельгики с тем, что пятой партией не миновать. Куда-нибудь отскочил. Жалко. За хороший блок получился. Вот еще бы пару убедительных вот таких блокирований, правда, с другим результатом. Все было бы в полном порядке. 24-17. Полной неожиданностью стало до всех, что с левой руки на так атакуя связующая бельгийская команда. И вроде подавала она как правша, но видите, может и левой рукой атаковать. Хорошо, что и сейчас-то так и произошло. Вот если бы на пятой партии нам такой фокус показал самый неподходящий момент. Теперь-то знаем, значит будем иметь в виду. Доводит до победы сборной России четвертую партию. 25-18. 2-2. И будем ждать пятый сет. Затянулся этот поединок. И не мудрено, что к этому моменту все матчи уже завершились. Первого группового этапа. Вот последний из заполненных клетчаток в турнире таблицы. Это как раз результат матча России-Бельгии, от которого и календарь, естественно, зависит. Ну, по-любому, не дай бог даже, если мы проиграем, даже думать об этом не хочется. Первое место в группе от нас никуда не уйдет. Так что готовимся. По-любому послезавтра будет поединок у нас со сборной Испании. Она сегодня... Хотя нет, прошу прощения, там матч еще идет. Испанки, правда, впереди 2-1. И последний сет выиграли очень убедительно. 25-15. Но игру еще пока не выиграли. Но вот именно с победителем этой пары мы и будем играть в первом матче следующего этапа. Затем будет соперник сборной Польши, я уже говорил. Ну и завершат следующий этап сборной России. Будет поединка против сборной Голландии. Надо, наверное, назвать остальных участников второго этапа. От нашей группы, этой команды, Болгарии и Бельгии. Тут все понятно. В группе Б команда потом переедет в Катовицы. Там команда Италии выиграла 3 сета. 3 матча. Всего 1 сет отдав сегодня француженкам. Но француженки не попали в следующий раунд. Так что у них будет 6-0. Сотношение партии в следующем раунде. Сборная Германии 2 победы. Естественно, 1 победа за счет следующего этапа. И команда Турции без набранных очков, без побед. Вышли в следующий раунд. Ну и соперничать они будут с тремя командами из группы Д. Это сербки, которые в третий свой матч выиграли со счетом 3-0. То есть вот сейчас на турнире они остались. Единственные команды, которые ни одной партии не проиграла. Ну, не единственная еще сборная Голландии, которая выиграла в группе А. Я уже говорил об этом. То есть две таких команды все-таки. Сборная Азербайджана, Чехия и Словакия вообще просто удивительную. Там закрутку устроили. Был вариант единственный, при котором равное соотношение выигранных проигранных партий у трех команд сразу могло получиться. И такой, представляете, вариант случился. Сербия выиграла 3-0 Словакия. Азербайджан уступил команде Чехии 2-3. Причем ввел со счетом 2-0. Вот так вот упустил инициативу, упустил победу. И теперь в следующем раунде команда Азербайджана без набранных очков. Кажется, поскольку чехи попали и попали азербайджанки, у них лучше соотношение мячей. Нежели чем у команды Словакии. Так что вот если назвать тех, кто отсеялся, это вот сборные Словакии, Белоруссии, Франции. И вот ждем Испания или Хорватия. Пятый сет в матче России-Белоруссия. Не ожидали мы, что так затянется этот поединок. Но сейчас внимательнейшим образом следим. Нам нельзя, нельзя терять очки. Поскольку тогда на втором этапе огромные проблемы начнутся. Такой вроде бы заманчивый путь из двух побед в полуфинал. Который вроде бы выглядит, видится, маячит. Он может стать недостижимым до нашей команды. Бергики, похоже, будут подавать на цели пятой партии. И надо повнимательнее, конечно, с первого мяча сняться. Постоянно вести в счете, не давать сопернику поймать тот кураж, который мы так и не смогли остановить во второй и третьей партии. И здорово Татьяна Кошелю первой же атакой достаточно убедительной. Выводит сборную России вперед. 1-0. И подача. Подача сразу усложняет. Не хочется нервотрепки, не хочется равной игры. Пожалуй, что хватит. Но что интересно, так ни одной равной концовки мы сегодня и не увидели. Каждая из команд имела большое преимущество в тех партиях, которые выигрывала. Декарны. Наверное, побольше ее все-таки будут грузить в этой пятой партии. Можно подобные предположить. Особенно, если вот она будет так атаковать, как сейчас. Но у нас по разнообразнее можно вести атаку. Сейчас Кошелева в порядке, чувствует это Шишенина. Ну и опять же, Гамову надо приберечь до каких-то стыковых, наверное, моментов. Хорошо сейчас Кошелева по передней линии прошла. Седова. Вот опять переходящий мяч. Не совсем готовы были наши. Но Гамова в атаке. И не важно, мы добираем третье очко. Может быть и правильно. Вы знаете, там такой низкий достаточно мяч. Здесь был переходящий. Была определенная опасность ошибиться и попасть в сетку даже. Поэтому надежно. Если чувствуешь, что уверена в атаке, лучше так. И блок. Ну вот, наконец-то. Тут, конечно, и передача была наведенная на трос. Так, где-то загнали Эльбрук сейчас под руки Екатерине Гамовой. И тут буквально накрыла она этот мяч. Куда там деваться? И что, неужели травму получила связующая команда Бельгии? Ну, не думаю, что там что-то серьезное. На всякий случай наставник бельгийцев берет тайм-аут и в себя прийти связующий. Да и счет заставляет принимать вот такие меры. Неплохо пока все начинается. На нас пятой партии. Странно, что мы до нее добрались. И должны, конечно, легче будем выигрывать у этого соперника. Но если все хорошо закончится, опыт будет по-любому полезным. Мы очень победим. Опять неплохая подача повнимательнее сейчас у сетки. Вот видите, второй раз обманный удар не прошел уже. О чем я говорил, четвертой партией. И куда нет. Залетит. Все видит прекрасно наш Ульборецкий. 5-1. Ну, вот на сетке. Добавили в игре. Важные мячи сеточные. И сразу туда что девалось. И опять, посмотрите, сбиты приемы. Жалко не довели этот эпизод до логичного конца. Сразу можно сейчас забивать. Ничего страшного. Гамова здорово. Все видит Катя прекрасно. Понятно, что идеальной ситуации здесь не могло быть. Пасовал центральный блокирующий. Но вот перевод именно в незащищенное место, в разрез между защитниками, мимо блока. Ну, идеально просто атака. И 6-1. Второй тайм-аут. Вот так вот уже к этому счету. И последний свой использовал бельгийский наставник. Спокойно. Мы видели, что он от этой линии не отходил по ходу всего матча. Я думаю, что по-любому он останется довольным игрой своей команды. А у сборной Бельгии обидная будет ситуация. У нее в зачет пойдут два матча, которые она проиграла со счетом 3-2. Если этот поединок так и завершится. Как складывается пока. Поэтому, конечно, бельгийкам хочется большего. Гамова. Сейчас не будет серьезной атаки. Декар, но вряд ли к этому мячу успеет. Для того, чтобы его атаковать. И надо использовать эту ситуацию в нашу пользу. Хорошо. Опять же, Кошелева. Так вот она, кстати, не ушла с передней линии. Сказала, прошла хорошо. Она идет хорошо по передней линии. 7-1. Вот надо было доводить до пятой партии, чтобы с таким преимуществом обыграть соперника. 13-й номер появляется. Грог, который усиливает прием в сборной Бельгии. Елена Руссо. В атаке она не так эффективна. Декарная. Не решилась атаковать. Не будет атаки у нас. Вот простую ситуацию. Видите жест такой Владимира Кузютки. Ну как вот такие эпизоды можно тратить так бездарно. Да, неважно, счет большой, преимущество. Ну как вот. Это выигранное очко сборной России. Что сейчас с судьей обсуждать? Своими руками отдали. Значительно раньше отдали, нежели это во время атаки Декарной. Случилось? Да, там маленький аут. Претензии, может быть, и имеют право на жизнь. Но надо на свою игру здесь обращать внимание в первую очередь. Хорошо, сейчас блок очень вовремя сработал. 8-2. Смена сторон. И слава богу, что удалось восстановить вот это преимущество. Комфортное. Был такой неприятный, ну маленький момент. Но если бы это очко досталось сопернику, там пришлось бы, наверное, подергаться. Личи, который отдаешь своими руками, тоже момент психологии не лучший для команды. Какие-то задумки есть, видимо, кадровые у Владимира Кузюткина. И на концовку этой партии кому-то из запасных игроков он подошел, сказал готовиться. Сейчас судя проверит расстановку. Сюда есть небольшая пауза. Правильно листали игроки после смены сторон. И игра возобновится. Первый темп. Редко мы к нему прибегаем сегодня. Можно буквально на пальцах одной руки, по-моему, пересчитать, сколько раз мы атаковали первым темпом. Ну вот и сейчас не очень-то внятно все это выглядело. Понятно, у нас все-таки достоинство основное – это нападающие, которые с краев атакуют. Но первый темп должен идти, должен угрожать. И если уж такие мячи получают, надо забивать стараться, потому что иначе эти угрозы – все это пустой звук. Ну, расклеились соперницы. Может быть, и подустали. На таком максимуме напряжения, а именно только при нем они могли бороться за сборной России на равных. Трудно, конечно, долго находиться. И вот очередная замена. Еле и виток появляется на площадке. Но не особо она помогла в четвертой парке. Будем надеяться, что и сейчас какого-то решающего перелома не внесет. Вот успокоилась игра в такой, знаете, спокойный тренировочный режим перешла. Для нас режим этот правильный. И наши спокойно себя чувствуют. И в защите подбирают то, что положено подбирать. Забивают то, что надо забивать. В общем-то, эти все эмоции, они, наверное, уже запоздалуют наш соперниц. 11-2. Смотрите, борется, тем не менее. Посмотрите, какую радость вызывает третий набор до очков в пятом сете. По-моему, Эльберг больше своей игрой восхищена. Действительно, у нее сегодня бенефис такой небольшой. Сыграет лучше, чем Декарн и в составе сборной Бельгии. Это, наверное, серьезное очень достижение. Гамова очередной очко записывает на свой счет. Далеко за 20 ее результативность. Сейчас не возьмусь сказать, сколько очков набрала Екатерина. Но это будет очень серьезный показатель. При этом процент ее атак очень-очень неплох. Не будем забывать. Вот то, что она не забивает, то, что не идет в процент выигранный, да, это она и не проигрывает за периодом практически ничего. Так что есть результативность, есть еще такое понятие эффективность. Эффективность там тоже очень-очень хороший показатель. Но это такие показатели больше для внутреннего пользования. Вот ошибаться не надо самим. Это вопрос о первом темпе. Есть над чем, конечно, еще поработать. Муртазаева хорошо помогла. Добавила нам на блоке игры, особенно индивидуально, в центре сетки. Но вот с атакой не лапится. И у нее, и у Седовой. Да и у Шишениной, пожалуй. Сказать, что очень удобно эти мячи играть, тоже, наверное, не приходится. Надо попроще есть там и Макарова на передней линии. Совсем же ее игнорировать-то не надо. Не может все Гамма выиграть. Стой сейчас, куда не успокаивать. Строс. Вот ошибается Макарова. 12-6. И что, Владимир Кузюткин вынужден взять тайм-аут? Ну, логично. Абсолютно. Сейчас надо просто успокоиться. Получилось так, что у нас немножко слабая вот эта расстановка. Когда в четвертой зоне была Сафронова, с приема там шла. И сейчас ее заменило Макарова. Все время немножко здесь спотыкаемся. Снимите, все будет спокойно. Снимите. Без суеты, безо всего. Снимите. Неаккуратней, че-ничео. Свою. Хорошо? А ты? А ты. Близко за головой. Близко за головой. Придержи ты этого номера. Да, да, да. А может быть даже и спереди. Поняла, да? Прямо спереди забегай и пошел. На ходу подкорректировал Владимир Кузюткин указание. Ну, действительно, о чем мы говорили. Должен центральный блокирующий идти так, чтобы действительно это выглядело угрозой. Не получилось сильной атаки. Не получилось ничего у сборной Бельгии. Ошибается сейчас БТАРНа. Или что? Все-таки выдумывают. Вот сейчас, пожалуй, что выдумывает касание арбитр. Интерить не захотелось, что ли? Непонятно. Давайте смотреть. Может быть, кто же у нас эмоции? Да нет, вот такое там касание блока. В полуметре от Муртазаевой. Видите, она совершенно спокойная. Никаких сомнений. То, что аут там тоже без вариантов. Ну, захотелось интересной концовки арбитр. Ну, по-моему, в большей степени. За второй мяч. Сомнительный в пользу сборной Бельгии трактуется. Но вот очередная ошибка. 13-7. Мария Бардакова выходит на блок. Место Шишениной. Видели мы эту замену. Неплохой обманный удар. Но внимательно очень на задней линии Гамова это было. Так здорово сыграла в защите. Вот там за антенной, по-моему, эта атака проходила. Или коснулась даже антенной Декарной. 14-7. Так, ну, стоп. В плане прекрасно видно. Матчбол в сборной России. Более чем двухчасовой поединок получился вот так вот. Завершение первого группового этапа. Сократили себе время на сон, наверное, на отдых. Потому что завтра с утра уже отправляться в Лоте. Я об этом говорил. Ну, главное, чтобы это было все в хорошем настроении. А время поработать над ошибками будет. И такой хороший урок сегодня сборная Бельгии нам преподнесла. Полезный. Опять. В который раз уже не страхуем. Долго летит мяч. В принципе, вот это надо все на задней линии подбирать. 14-9. Потому что не стоит ждать, что соперник сам отдаст победу. Будут бороться, конечно, до конца. Шанс выискать. Попадает Макарова. И это победное очко для сборной России. 15-9 выигрываем мы третий сет, пятый сет, ну, третий сет для себя у команды Бельгии. И с двумя набранными очками проходим следующий раунд. И на этом заканчиваем нашу трансляцию. Будем внимательно следить за дальнейшим выступлением нашей команды. С вами был комментатор Владимир Стриско. СВД-ГРО. СВД-ГРО.